Здравствуйте, друзья. Железово на проводе. Вторая серия кино про прививки. Скоро весна, будем прививать. Вот. Не забудьте, где у кого находится лучший сад в России по качеству плодов и лучшие черенки в России. Но кое-что мы еще увидим. Я чувствую, что если я раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь фотографий ушло на полчаса, первая серия, так сколько же нам серий понадобится. Но не пугайтесь. Вот. Хотите лекции? Пожалуйста, их полно в интернете. Там вам расскажут даже более четко. Другое дело, что способы, которые вам предложат, я не приемлю. Вот смотрите. Все фотографии просмотрели. Вот это восьмая. Вы видели? Прививка почкой в скобках, окулировка. Вот. Вот таким образом выращивают подвои, потом вживляют вот такой побег культурный, а потом отрезают ветку подвои. Но если вот это еще терпимо, терпимо здесь, эта ранка, надеюсь, заживет, то бывают такие страшные радости, еще в руках суперспециалистов, настоящих полковников, в смысле, настоящих докторов наук, то посмотрите, что способы, которые я предлагаю, все-таки, наверное, лучше. Но обсудить будете позже. Это лучшее, что я видел, и спривок почка. Лучшее, подчеркиваю. Вот. Пойдем дальше. Да, кстати, если я память не изменяю, я фотографировал прямо с экрана. И этот фильм показывал Роман Исаев. Роман Исаев, по-моему, представитель знаменитой династии Исаевых. Вот. Наверное, судя по фамилии, причем я знаю и академика Исаева, царство ему небесное, выдающегося, и Исаеву Ирину Сергеевну, в смысле, с автором мирового открытия, которым, к сожалению, наука не знает. Так уж получилось. Когда она открывала свою половину открытия, ей отказались принять защиту на ее родине. в городе Мичуринске. Вот так бывает. А это Роман Исаев. Вот. Лучшие саженцы из привитой рыпочками. То, что мне доводилось видеть. Пока принимайте как данность. Но я сторонник других двух способов прививки. Вот смотрите, вот здесь мы застрянем надолго. Дело в том, что эту фотографию я скопировал с чужого сайта. Там рекламировались прививочные секаторы. Там за все годы, 12-й, помню, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, было написано лучшие прививки. Авторы этих прививок с фотографией были названы победителями. Чуть ли не те же секаторы выручали. Когда я увидел, как эти прививки получились, я пришел в ужас. Эта фотография как бы узелок на память. Единственная нормальная прививка на этом сайте была вот она. А и там был автор этой прививки. И он же мой ученик. Это все можно восстановить при желании. Но сейчас я не буду выходить за пределы этого моей папки. Я очень сомневаюсь, что именно он этим секатором сделал. А если сделал, то, по крайней мере, он сделал правильно у земли. И тут же ошибся учеником, но посадил в углубление. Да еще абрикос. Видите, я сейчас ничего не буду утащить. Ни его фамилии, ни в каком году. А это была единственная приличная прививка из десятков. И вот, чтобы мне не раз уж так навеяло, допустим, я полез сюда, смотрите. Вот сюда. Видите? Прививочные секаторы. Вот они. Вот так выглядят. Пожалуйста, покупайте. Вот только сада у вас никогда не будет. Я единственный, кто об этом говорю громко и борюсь с этим делом. Вот так вот. Вот это вот один из тех самых распространенных фотографий, которые говорят о том, что вот видите, какие мы молодцы. Как здорово мы прививаем. Почему? Это сайт секатор. Это рекламный. Вот он, секатор. И у них не нашлось. Это настоящая дрянь. Он уже в живых его давно нет. Это страшно. Это жутко. Когда делается вот такой вот колус. Вот так нарастает. Это значит, что абсолютно несовместимые вещи совмещают. В том числе из-за того, что ткани, когда нож, сейчас, вот он мой нож, так, там еще есть негодный нож. Вот он, видите? Вот он заточен на одну сторону, но очень острый. Когда им делаешь хоть клин, хоть срез. Вот, ткани совмещаются идеально. Я вам показывал, еще покажу, что это не фотографии. Вот. А в данном случае вы видите, что секатор мнет ткани. А давайте как? Тут вот есть результаты конкурса. Во! Вот это победитель конкурса. Вы знаете, они рассчитывают на дураков. Что человек увидит, скажет, как здорово прижилось. Во! Прижилось. Он давно мертвый. Давайте сейчас посмотрим. Нажмем на секатору. Во-во-во. Ну, вдруг мы все это увидим живьем. Конкурс 2013. Так. Вот что написал нам Валентин. Хочу выразить огромную признательность. Вот. Сердечно поздравляем за участие. А, вы ему подарили вот это. О, что это такое? Телефон, что ли? А теперь смотрим. Вот это вот абсолютно дрянь. Вот это вот. Как бы вам крупным планом-то показать? Там уже крупным, можно и не надо. Это тоже каллус. Это все же гнилье все будущее. Это все замерзнет. Потому что каллус, он, у него на 10-20 градусов мороза сниже, чем вот здесь, вот кора. Допустим, здесь минус 40 удержит. И здесь вот выше. Допустим, минус 30. Он не выдержит вообще. Вот вторая, вот третья. Груша привитая на боярышник. С помощью V-образного ножа. Будем ждать плодов. Не дождетесь. Груши на боярышнике живут 2-3 года и умирают. Тем более несовместимость прямо аж вопиет. Яблони привитые с помощью омега-образного ножа. То же самое. Вот запомните. Я вам еще пока свои не показывал. Покажутся невероятно. Но это абсолютная дрянь, абсолютная смерть. А здесь еще нарушено все. Вот здесь, когда отрезали ветку, может подумали, пусть сюда идет сок. Да, пойдет только, что вот это все начнет сгнивать. То же самое. Секатару. Тоже очень толстый калус. Теперь на что привито? На боярышнике. Считайте, что она давно мертва. Груша привита на боярышник. Абсолютно дрянь. Абсолютно это самое. Это гнойник называется. И это гнойник называется. Наша рекомендация по межвидовым прививкам. Груша на боярышник, на рябину, лыча, на сливу не срезать, все ветки по двое оставить. Вот все эти советы им, как это, мертвого припарка. Груша на боярышник. Груша на боярышник. То же самое. Дикий, толстый, толстый калус. Здесь тоже гнилье. Здесь уже не гнилье, а гнилье в квадрате. Это невероятно. Здесь вообще непонятно, где прививка. Вот это, наверное, вот это. Еще одна. Ну что же это такое-то? Вы когда-нибудь, те, кто авторы, им пришлось, не знаю, или они сами. Второе место Антонине Ташкина, город Асан. Ну давайте. Ей вместо этого цветы вручили. Вместо этого самого телефона. То же самое. То же самое. Вот это вот, запомните, инвалидность страшная. Она уже пошла на обгон. Я же не знаю, что это. Когда грушу приводят на боярышник, грушу мы с ней несколько раз. Там обязательно привой обгонят по двое. Здесь получилось нечто по двое. Может, они сами подставляют этих людей. Может, это кто-то из этих, так сказать, засланный казачков. Потому что это дрянь. Это дрянь. Это дрянь. Вот это все. Вот. Тоже обогнало, видите. И дальше смерть всегда раз уж обгоняет. Вот. Они почему-то выбирали межвидовые прививки. И причем они очень высоко прививают. Они не знают, что очень часто... Они не знают, что такое закон сопочленения почек по железу. Мы будем проходить. Хотите, я вам расскажу. Самое простое объяснение. За почкой по двое номер пять должна идти почка привоя номер шесть. Естественно, та почка там пронумерована, а там пронумерована на этом. Если не поняли, ничего, дойдем. Вот это страшная вещь, что творится. И это тоже. Участник конкурса мороза. Вот. Здесь, правда, не поймешь, что получилось. И здесь не видно, потому что еще пленку не снимали. А что под пленкой? Ну, наверное, будет вот такое под пленкой. Опять. Невозможно. Мнутся ткани. Мнутся, 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 мнутся. И здесь тоже. И опять пошло на обгон. Вот когда пошло на обгон, еще год-два, и он падает сто процентов. Вот у них хорошее срастание, как тут пишут. Смертельное срастание. И здесь то же самое. Вот еще четвертое место. Бондаринка. Искушка. Так, ну пока мы видим только эту. Опять. Калус, калус, калус. Нет, не могут они делать такие полезные, здоровые прививки. Не могут. Еще таковой калус-то сколько. Калуса сколько. Еще страшнее. Ну, правильно, четвертое место. Нашли, чем хвастаться. Прививка абрикоса на сливу. Обгонит. Ну, брать-то тоже здоровы. Это же не абрикос. Это, ребята, не абрикос. А если это абрикос, то все равно это... Ну, как не абрикос. Допустим, слива на него повлияла. Допустим, это теперь какой-то генетический... Этот генетический... Допустим, гибрид или генетический урод. Это гибрид и урод это одно и то же, кстати. Если называть своими именами. Вот. Абрикосом тут листья не пахнут. Значит, надо было все это придумать. Так. Вот. Пятое место. Интересно, какой ему подарок. Вот никогда вы так не делайте. На одной из десятков веток сделать сбоку, да и не в основании штамба. Вот это вот. Вот здесь появится несколько, может, яблочек, да? На рябине. Все это рухнет. Отторжение неизбежно. Яблоко на рябине. Это извращение. Тыкали, куда не придется. Страшная вещь. Это по вашему... Вы бы хотели, чтобы у вас так, это... Срастались кости, а? Или ткань. После операции. Хотели бы? Искусство хирурга или искусство садовода. Это чтобы шва не было. Вот вам и все. Ужас. Еще один ужас. Это все, это победители. Ну, здесь не понять, что. Пойди, докажи. Вот это вот еще. Ну, выбирайте, ребята, вертикальные ветки. Или хотя бы почти вертикальные. Горизонтальные не надо. Не дай бог урожая. Вот серьезно говорю. Так вот без урожая будет вот так похоже на что-то. Вот будет похоже. А с урожаем все это рушится. Можете представить, на этой ветке ведро этих... Поднимите ведро с яблоками, с грушами. Почувствовали тяжесть. Представляете, что это тяжесть вот тут будет. Не дай бог урожая. Вот. Ну, а вот когда под эту пленку сняли, вы увидели. Вот она, будущее смерти. Ну, правда, вот про перетяжку. Неправильное применение привычной ленты. Конечно, поздно сняли, что говорить. Только от этого лучше бы не было. Не так, не так. Седьмое место. Ой, я чувствую, что все, этот полчасовой фильм уйдет только на критику секатора. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Так, ну только не говорите мне, что это дерево было привито привычным секатором. Нет, конечно. Почему сильно старые тогда их не было? Ну, вот здесь, пожалуйста. Вот. Ну, это старое дерево ни при чем. Непонятно, за что ему только за одну вот это вот. Далее какое-то место. Это старое дерево. Тут секатор ни при чем. Девятое место. Чебоксары. Так. Ну, вот здесь, ой, надо же. Тут почти это. Почти нормально, аж не меряется. Ну, еще раз говорю. Никогда вот так вот ветку одну из там 20-40 перепривать толку нет. Старайтесь дерево прививать в раннем возрасте. Ну, тем более, посмотрите, если таких веток вот взять, вот дерево отсюда, если взять по, как бы, ну, как бы, какая-то часть от дерева, когда оно вырастет будет. Ну, 40-я часть урожая. Ну, пол ведра. Отчинка выделки не стоит. Вот здесь очень высоко привито. Все это рушится по закону Архимеда. Рычаг. И все на бок, и все ломается. У земли. Видите, сколько я вам наговорил. То же самое. У земли прививает. Тогда вот толк будет. У земли. Здесь вообще ничего не понятно. Что, от чего. Видать, на рябине привили. Опять обгон. А обгон это смерть. Чем вы хвастаетесь-то? Опять страшный калус. Ожиники-то мои. Вот и конкурс закончился. Значит, был еще один конкурс. Именно на том конкурсе, которым я для меня, так сказать, навеял. Навеял. Вот эту вот фотографию. Навеял. Потому что она была самая последняя. Тут была фамилия. Мне хорошо знакома. Моего друга. Вот. И, ну, не друга, а ученика. Поэтому это хоть единственное приличное. Хотя я не знаю, что там под ним. Может быть, там никакой и не секатор. А может быть, обычным способом он прививал. Но я еще вот тогда взял и сказал, ребята, среди вас очень много новичков. Тот, кто считает меня своим учеником, выписывал у меня эти. Это мой черенок, моего абрикоса. По железу привел низко. Но умудрился в яму посадить. Значит, этот саженец, скорее всего, долго не проживет. Ну что, идем дальше. Сколько мы потратили? Чуть больше половины времени. Видите, написано «Самурай». Заточка на две стороны. Значит, мне, моя поклонница, у меня таких много. Вот. Значит, есть уже сумасшедшие, которые косят под железо. Это, кстати, высшее достижение. Есть. У Наполеона есть. У последователя есть. Правильно? У этого самого. У Сталина есть. У Александра Македонского есть. У Железова теперь есть. Но есть верные, надежные, но и неграмотные. Вот мне взяла женщина, нашла в интернете. И мой адрес указала и прислала мне это. Пришло мне по интернету вот это вот. лента привычная. На самом деле, она не привычная. Это обыкновенная лента сантехническая. Помните, трубы обматывать? Она растягивается, как сопля. То есть, совершенно не годится. Вот. И нож заточен на две стороны. Самурай. Вот. Для чего он делается? Вот здесь даже сказано. Вот здесь даже как сказано. Значит, смотрите внимательно. Вот тут вот рисунок ножа. И он берет и снимает кору. Это значит, что сюда будет вставлен такой щиток с почечкой. Вот. Это называется та самая. Та самая. Сейчас мы к ней даже вернемся. Ага. Вот так вот для него предназначено. Вот, чтобы делать как-то. Он должен отгибать кору. Вот. Видите, учеба продолжается. Вот эта пяточка. На самом деле, двусторонняя заточка. И остальное время она может резать только хлеб, масло. Очень плохо заточено. мясо трудно. Если только тащить дальше. Ткань... Ой. Сталь хорошая. Вот трудно на камне перетащить. То есть, затащить как бы... Ну, как сказать, называется. Я забыл. Ну, в общем, сделать более тонкую заточку только на станке. Очень хорошая ткань. Спасибо. Самурай. Это значит, что все-таки это непонятно где. Скорее всего, Китай. И Короче, вот это должно слово означать, что это привычный нож. А может быть, аккапулировочный. Но человек хотел мне сделать добро. Вот он лежит рядом с этим вот ножом. Вот он там лежит у меня. Вот тут. Посмотрели, да? Не попадайтесь. Вот это фотография, чтобы я вам это все прояснил. Так, у меня сегодня у нас четверг, или пятница. Четверг. Ну-ка. Десятое. Что это такое? Ну, допустим, четверг. Десятое февраля. Вот. И мне вебинар в понедельник я буду рассказывать. А человек писал письмо и там было вопрос такой. На вебинаре увидите, кто участник вебинара или запишитесь туда. Там я буду рассказывать о чем спрашивать бутылки, когда ставить, когда снимать, надо ли снимать, когда жара и когда холод, когда дождь, когда снег. В общем, видите, что делается. Вот. Вебинар я вспомнил не зря. Я вас сейчас туда отправлю, тем более, что я надеюсь, увидят жители, не жители, а как посетители Галкиного сада, крупного канала, Галкин сад. я их отправляю к себе. Смотрите, если тут набрать сад садовода Железова. Нет, не так. Оговорился. Сайт садовода Железова. Вы попадаете на сайт. Так. Далее нажимаете и оказывается, когда нажимаете эти три слова по-русски. И вот вы здесь. А здесь есть то, чего лучше не смотреть, потому что валидол нужен. Срочно, бегом на кухню. Не смотрите пока это. Потому что это вам снится. Вы скажете, мир сошел с ума, что не хочет это все выращивать. Наука получила запрет и еще задурила головы людям. Видите? Вот. Поэтому пока не будем. Пока мы лучше с вами сейчас зайдем в другое место. мы зайдем в гостевую книгу. В гостевой книге бантики для собак стираем. Такой дерьмовый рекламы сколько. Вот. Семена каннабиса. Вряд ли нам это пригодится. Так. Теперь здесь есть мое это как называется. вот есть здесь мой вебинар. Он проходит по понедельникам. Видите? Каждый понедельник вот здесь вот. Понедельник 16 часов состоится вебинар 169. Это будет 14-го, а сегодня 10-е. И дальше он будет каждый-каждый понедельник. И там вы все это узнаете ну 169-й вебинар. 4 года это продолжается без перерыва. Практически без перерыва. Поэтому давайте так возвращаемся отсюда. То есть здесь вы в гостевой увидите как вот как записаться на него. Видите? Вот это вот это вот это как зарегистрироваться и возвращаемся там где мы были. Вот. Почему? Потому что следующая фотография говорит о том что привать лучше вдвоем на же тема прививки привать лучше всего по две полочки привать лучше всего так что руки правда мерзнут и получается что на месте так а то что немножко рано еще снег не сошел но где-то минус 5 0 плюс 5 в это время я всегда привал вот и наконец лучший из лучших потом это все-таки на продажу но если вы заметите вот видите в прошлом году не проданы вот эти привиты а это культурные они не были проданы по двум причинам лучший из лучших остается навсегда а может быть лучший но мы не купили весна придет люди купят это супер сорта которых может быть нигде никогда помните это самое тот самый тот самый вот это который мы не дорестали это все выращено в этом питомнике каждый год я выращивал сальса на продажу кушать хотелось вот 51 год уволился с завода 56 было мне сожгли промышленный сад ребята на циклах молодежь такая до сих пор не знаю за что кто их нанял вот а рост примерно такое нет это уже после это уже дачный сад скромный на пол гектара так в общем молодежь воспитываем здорово разбойник вот с Украины привозим а то у меня все все это не твое конечно не мое приезжаю дедовского дома нет новый хозяин это самое уже построил новый дом и фундамент от старого дома еще не убран в котором жил мой дед переселенец в Польше когда оттуда украинцев турнули вот я говорю я хотел срезать черенки можно это дедовский сад 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 садил мой отец да пожалуйста говорит мужик я пожалуйста я представился сквозь что я тут жил в этом саду и вот это вот это я срезал перенес сюда а мне мордой на всем готово тыкал готово было вот это да смотрите сравните заодно вот это и вот это вот это уже я да а знаете как я их улучшал открою секрет это что же привыки касается но залазит далеко вперед я прививал вишневые деревья черешни и получались вот такие нет не черешни а видите здесь написано железо сказать почему объясняю дело в том что воровали безбожно и вот это что я вам показывал украдено сейчас я пусть отвлекусь сейчас я вам покажу что вот воруют фотографии так воруют их даже не думая и не понимая что они себя подставляют что они людей обманывают это их козырь продавать неизвестно что то что продают сами не знают вот недавно было это в прошлом вебинаре женщина показала письмо переписку с этим с тем кто рекламирует конкретный питомник ничего не знает на что привито почему нельзя приезжать категорически нет и все я живу рядом нет и все вот так вот сейчас я покажу а тут западная Украина и вдруг появляются две фотографии так вот это видите вот и написано вот это счастливый обладатель нашего саженца с Тернополя Тернопольщины вот вот это счастливый обладатель он у нас купил саженец вот и фотографию и откуда им знать что в Тернополе и в Львовщине я родом граница Львовская область Польша вот я оттуда родом и там меня знают уже как садовода и мне прислали ихнюю рекламу а там моя фотография написана что я у них саженец купил выросил это вот а там еще был второй моей ученицы а там еще красивее картинка чем это здорово да а что-то я разболтался ну-ка за работу ну-ка быстренько так 27 минут через минуту полторы кончится этот фильм сам открылся ничего на чем мы остановились мы с вами остановились на том что привать надо пораньше и вон на дальнем плане бутылки вот накрываем бутылками под ним месяц идет за два вот сюда будут поставлены сверху бутылки ну что фактически осталось пол нет 27 28 еще полторы минуты тогда мы же еще фотографию разжуем но это долгий разговор вы знаете почему она не продана не потому что маленькая ее сейчас с руками бы оторвали но она не полноценная почему ой ребята много объяснять она не полноценная это так для дураков которые бы еще два раза больше заплатили чем вот видите пустые гнезда а здесь были вытащены вместе с горшками ну теперь а почему не полноценная ну скорее всего почка была ростовая некоторые почки большинство преображается в ростовые у них как запасной вариант становится основным именно при прививках там же почек много если год подождать не резать на черенок на прививку знаете что мы увидим на этой длинной ветке будут почки допустим полметра четверть метра три четверти метра и тут же рядом 10 сантиметров размером с карандаш и вот эта почка была наверное размером должна была бы стать годом позже размером с карандаш но ее взяли насильно пересадили на другой подвой она не стала в ростовой не превратилась как превращается еще вам покажу ну теперь уже все наверное мы на этом закончимся почему это совершенно другая тема она касается уже не самой прививки она касается уже формировки ну до встречи в третью серию до свидания друзья до встречи до встречи